Дневной разворот Говорили о его старте Очень яркие, насыщенные творчества Дни были не только в Кирове Но и в целом в Кировской области И вот сейчас слово передавать будем нашим гостям Гостей у нас много Микрофонов на всех не хватает Но надеюсь, что наш звукорежиссер в том числе поможет Чтобы всех нас было слышно И так представляем наших гостей Аня, пожалуйста Наталья Клементьева, кандидат к культурологии Ученый-секретарь Вятского художественного музея Куратор 18-го Всероссийского Воснецовского пленера Наталья Валерьевна, добрый день Елена Праздникова, директор по развитию Компании «Просто семена» Из Ржумского района Я расскажу, почему Елена в нашей студии Добрый день Ну и участники пленера Василий Куракса, член Союза художников России Член-корреспондент Российской академии художеств Участник студии военных художников Имени Митрофана Грекова Добрый день И Евгений Фетисов, заслуженный художник России Член Союза художников России Организатор пленерного движения на Брянщине С 98-го года на Брянщине Я прочитала, что это был первый международный пленер В городе Трубчевский город Трубчевск Трубчевск Вот в ударении запуталось Добрый день Добрый день Я хотел бы сразу с художников начать Какие впечатления получили от работы От творчества именно в Кировской области Вы впервые у нас бывали или раньше тоже приезжали? В четвертый раз В четвертый раз уже так Три раза участвовали Повезло с погодой в этом году Очень тепло, очень жарко Но на самом деле вот за три пребывания Три раза здесь я был Погода всегда такая была Только в Уржуме мы были Были маленькие дожди Но они не мешали Всегда, когда есть дождь Всегда есть красивое небо Нет, ничего не намочило Слушайте, давайте пленеры круглый год проводить Может у нас тогда зимы не будет Круглый год? Да Но впечатлений масса Этот пленер, конечно, отличается По качеству, наверное И по выбору мотивов Потому что в этот раз мы охватили Не только сам город Киров Но съездили очень много в разные места По окрестностям Это вот один из очень интересных Такой был Уржум Потом праздник в Никульчино Праздник в Рябово То есть очень много праздников Таких деревенских, настоящих, русских А когда творить-то? Мы творили Все очень быстро было Конечно, мы старались схватить Самое такое, то, что затронуло больше всего Но практически с каждого места Совершенно интересная работа И очень много портретов Вот я это подчеркну Студия военных художников В основном занимается жанровыми картинами Ребята пишут в своих творческих мастерских И для них пленеры-то было отдушено Такое отвлечение от мастерской И они поработали на натуре Ну, естественно, они привыкли писать Какие-то в жанровых картинах То есть многофигурных И им интересно было вот местный Такой традиционный Создать общий какой-то портрет Людей, именно людей Вот не только пейзаж А хотелось вот где-то фигурку Где-то вот И много таких работ получилось То есть прямо местные жители Они попали Да, целый список телефонов Был составлен в начале Мы звонили К нам приезжали в 6 часов утра Где вот мы расположены В отеле были И одевали старинные костюмы Сажали у печи Вот Создавали такие постановки И прямо работали Композиция Обязательно Такое погружение Слушайте, а в названии Картины это потом указывается Да, что кто Кто позировал или нет Ну, дело не в этом Здесь же все-таки Образ вятки Это я понимаю, да И традиционный костюм И выбирали еще То, что Как бы характерно здесь Потому что Немножечко все равно Отличаются Люди здесь совсем другие Очень хорошие Позитивные Добрые Гостеприимные Тут слов мало Сказать Любят вставать рано К шести утра Поехать Это тоже надо Да И удивительно Мы говорим Спасибо вам большое Что вы попозировали Они отвечают нам Это вам спасибо И вот это всегда Настолько фантастично Для нас Потому что В средней полосе Как-то По-другому В общем Евгений Васильевич Даже мне кажется Что на Брянщине Люди тоже хорошие Василий Васильевич Вернемся Кословно Можете рассказать Ваши впечатления Ваша оценка Люди по природе По образу и подобию Еще можно Ближе к микрофон На пленэрах Конечно Приходилось Бывать везде В разных местах От заполярного круга И кончает В этом году Даже Там Ань И Вонск В общем География Довольно широкая От Брянска Сюда ехать Где-то Почти полторы тысячи Немного меньше Для художника Который любит Работать на пленэре Это не расстояние Сто верст Не крюк Что мне здесь Понравилось И Да Вот Василий сказал уже О том Что здесь Народ приветливый Ну Надо сказать Потому что Не просто приветливый Вот И в лапьяле Боли 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 Не надо было Уговаривать Люди Как будто ждали Нас такое ощущение А это Костюмы Сохранили Костюмы Да Потому что Они не брали Где-то в музей То есть у них От бабушек Берегут их Да Из сундуков Достали эти костюмы И Ну Позировали Как-то Видно Что им Интересно Было И с удовольствием И причем Бескорыстно Понимаете А это тоже Песни пели Вот вечерами Атмосфера Вся такая Была Ну Как будто Ты уже был Здесь И вот я Поймался На мысли Что В такие места Хочется вернуться Понимаете А это значит Что радушие Которое Нельзя Придумать Оно Просто По природе Свойственное Этим людям И они действительно Рады художникам Что их рисуют Они Люди же по-разному Относятся Понимаете Кто-то равнодушен Допустим Разные люди Вот А здесь Как-то такой Массовый Массовый интерес И массовая поддержка Такая Понимаю Это Для художников Конечно Важно Потому что Когда атмосфера радушия То как-то и пишется Легко И с интересом И костюмы И быта Они рассказывают О своих житейских Проблемах О семейных То есть Как будто бы Близкие люди Понимаете Но это мы говорим Как раз Вот я так понимаю О выезде За пределы города Кирова Да То есть вот Ну и Это Вот там Конкретно Да И за пределами Но и в самом Кирове Вот знаете Как-то и в монастыре Мы ходили Здесь мест очень много Таких На пленэр Когда приезжаешь Не сразу же Все открывается Вот спасибо Наталья Она Нас Так сказать Уже Как бы Рассказала Где что Дала ориентиры Определенные Но Для художника Это тоже важно Потому что Время ограничено Пленэра А надо вот Хочется охватить Как бы Все И Монастыри Эти Которые Монастырь Трифона Он Туда сто раз Ходи И сто раз По-новому Ты увидишь его То есть он В разном освещении По-разному Как-то спросили Мне Говорят Почему Художники Вот любят писать Монастыри И на выставке Часто Видишь А вот Ну к примеру Много И ответ Почему Я вот Лично Недавно Буквально Дмитрий Пьюцов Такой актер Ну знаем Конечно И он Значит Рассказывает Он вообще Такой церковленный Человек И В монастырях Бывает И так далее И так далее Вот Рассказывал Говорит Что один из монахов Он приехал Монастырь Вот не помню Название Ну это не важно Сказал Что говорит Были тут Недавно Паломники Причем Иностранцы И один Астронавт Американец У нас Вот космонавтами Почему-то Называют У них Астронавтов Известного Да И он Вдруг А вы Кто Астронавт Переводчик Перевел А почему Здесь Так А говорит Я когда летал В космосе Я говорит Видел Что от монастырей Ну вернее Он видел Что на территории России Тут такие золотистые Светлые полоски Такие вот Как золотистые Такие нити Вверх Куда-то Понятно Куда И говорит Я потом Когда сопоставил На карте Это Монастыри Вот именно Места Где молятся О спасении России О спасении Всего мира В общем-то Художник Наверное Просто так Организован Ну внутренняя Тяга К каким-то Вот местам Которые Намолены Которые Можно и покаяться И Можно и помолиться И за здравие И за покой И писать Потому что Как-то Один из искусств Путешественников 16 века Сказал В своих дневниках Писал И написал Красиво устроена Земля русская Вот так Красиво Что Прежде всего Что Это опять же Те же храмы Те же монастыри Люди порой Отдавали Последнее Для того Чтобы сделать Эту красоту Чтобы Прийти Отеца Господа Ну это художник Ну это хорошо Здесь у вас Земля В этом плане Очень богат Хорошо Спасибо за такую Душевную Высокую оценку За то Что Подчеркнули Это гостеприимство Нашей земли Довольны ли Своей-то работой Своими работами Что получилось В ходе пленера И вообще Ведь я Насколько понимаю То что получилось То и получилось Дорабатывать эти работы Уже Нельзя Или можно Иногда Этюд На натуре Является Стартом Для Для большой Картин Да Для большой Вещи Какие-то Вот И причем Вот Василий Яркий пример Тому Это Доволен Недоволен Мы довольны То что здесь были Вот что Вот в этой атмосфере Были Что места Люди Понравилось Все это Все Наполнилось Наполнилось Впечатлениями Вот А дальнейшее Пленер Даже не заканчивается В сознание В сознании Художника С отъездом Потом Все это Прокручивается Воспоминания Какие-то Всплески То что Сразу Ты не оценил Потом Начинаешь Понимать А вот Это место Правда Там И Выливается Во что-то Уже Такое Более Скажем Значимое Масштабное Этюдные Работы Это В плане Оценки Так Наталья Валерьевна Четыре немного Да Трудно ли Было Управлять Такой Контролировать Такую Большую Компанию Творческую 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 Ну Такой Творческий Нужен Творческий Подход Всегда Потому что Понятие Такого Жесткого Плана Регламента Здесь Совершенно Бесполезно Но это В принципе Ожидаемо Это очень Комфортно И они Очень Интересно Потому что Это ведь тоже Опыт Опыт Общения Опыт Формирования Оптики Своей То есть Вот Они подмечают То что Взгляда Да Ты Видишь каждый день А они Хоп И показали Это совершенно По-другому Да Действительно Это очень здорово То есть Обмен Всегда Очень полезный Для обеих Сторон Поэтому Очень комфортно Очень замечательно И я хочу сказать Что на выставке Василий начал говорить Что действительно Такой уникальный момент У нас в этом пленэре Это появление жанра И появление портрета Потому что мы не показывали Никогда Так Ну так не работали Откуда Я думала Пейзаж В основном Так сложилось Так получилось Так сложилось Но это шло От художественного руководителя В том числе Михаила Анатольевича Полетаева Пленэра Он был В нашей студии Да Он был И рассказывал И он очень так Я думаю Инициировал И подталкивал художников К этим работам И это очень здорово Это очень здорово И у нас на выставке 117 работ Не побоюсь этого числа Даже сказать Озвучит Наверное Впервые Такая масштабная выставка По итогам Пленэра И включены Пейзажи Жанр Портрет И мы включили И малый формат Что ну как бы Вроде бы не показывалось Так для себя описалось Я думаю Что это очень интересно И каждый художник Это индивидуальность И они очень видны Эти индивидуальности Вот Евгения Васильевича Не перепутаешь Василия Васильевича Тоже не перепутаешь Девочек там Которые работали У них тоже Своё лицо Если вы придёте на выставку Вы это всё почувствуете И увидите Это очень интересно Поэтому Выставка Возрастное ограничение Мы обычно говорим Ноль плюс И выставка Открывается Для широкого круга Посетителей Она открывается Завтра Насколько я помню Да С 18 августа По 17 сентября Будет работать Эта выставка Поэтому приходите Я думаю Что все получат Очень хорошее Впечатление Удовольствие Вот И Пленэр Мне кажется Получился Очень достойный И очень интересно Что из ваших Работ непосредственно На выставку попало Василия Васильевича Евгения Васильевича Что вы нам отдадите Остается же работа У нас Или потом Забирают художники Давайте мы пока Сохраним интригу Понятно Мы сохраним интригу Вот Потому что Например И Евгения Васильевич И Василия Васильевича Уже подарили Работы по приезду Это очень ценно Очень приятно И Мы очень дорожим Таким вниманием К музею Мы не то чтобы Меркантильные Мы же как раз Вот тоже Работы вы имеете ввиду Не имеющие отношения К пленеру Вы приехали Просто к нам Сразу привезли Свои картины Да привезли работы Мы показывали их На открытии Вот Я думаю Что в течение работы Выставки Или там Чуть пораньше Мы Обсудим и с художниками И С коллегами Потому что Василий уже есть В нашем собрании По-моему Шесть работ Да Да То есть Минимум шесть работ То есть Мы хотим Представить художника Очень разнопланово Да Интересно Вот Евгений Васильевич Тоже У нас будет Пополняться Надеюсь Вот Поэтому это Со временем Да Какие-то работы Попадут в нашу коллекцию Евгений Васильевич Как определиться Какую работу С Васнецовского Пленера Отдать именно На всеобщее обозрение Да Мы Сформировали выставку А там В процессе Я думаю Как уже Было сказано С учетом того Что понравится Так сказать Людям У нас всегда Очень обоюдно Это решается То есть Мы никогда Еще и зрели Нет-нет Я имею ввиду Художник Художник И музей В этом отношении Мы всегда Обоюдно стараемся Решать Автор Может постоять Я хочу Чтобы вот эту Взяли Художники Как правило По принципу Не оскудеет Рука дающего Да Василий Микрофон Я Никогда в жизни Против не было того Чтобы музей Выбрал себе работу Мы же в принципе Для этого работаем Это же музей То есть Понятно Это в частном порядке Где-то что-то А для музея Не жалко Никогда И Пусть они Выберут То что они выберут И мы с удовольствием Как бы с ней Распрощаемся Потому что Вот Учителя Наши братья Токачевы Они тоже говорили Вот мы музей Отдадим Лучше Подарим эту работу Чем продадим Кому-нибудь Где-то в коллекции Частную Которую не увидит Широкий Брок зрителей И Музей Очень большой Достойный У него Своя коллекция Шикарнейшая И в запасниках Находится И в экспозициях Постоянная Поэтому здесь Даже разговора нет Жалко или не жалко Выберут Не выберут Это они Профессионалы Все пусть Сами решают Здесь вот А был вопрос Есть ли результат Да Вот мы пребываем Все в творческом Перевозбуждении И вот есть Такая какая-то Внутренняя Недосказанность Хотелось Еще больше Схватить Хотя На выставке Совершенно уникальные Есть работы Которые Написаны буквально Там Это знаете Как бежит спортсмен А мы вот С этюдником Бежали У нас весь пленэр Он настолько был Хотелось охватить Побольше Хотелось побывать В других местах То есть можно Как-то В каком-то В маленьком пространстве Наработать А у нас был охват То есть По области Большой И все это Очень быстро Но Настолько Портрет забирает Много времени Например В отличие от пейзажа Там Или какая-то постановка И приходилось Там чуть ли не по ночам Там работать Чтобы успеть Все это сделать Я хотел спросить Да Не все же ты Время в этой локации Находишься Потом видимо Дописываешь Потом Работу Доделываешь Мы дорабатывали По два раза Некоторые возвращались Доработки были По три раза Я помню Потом переписывали Ну старались Вот довести Чтобы до такого уровня Уже серьезного Чтобы потом Она либо помогла Написать какую-то картину Либо вот максимально Достичь вот какого-то Такого образа И здесь вот Я заметил Все-таки Был охват Общего образа Вятской земли То есть Не какого-то конкретного Ну вот Только это Или то А вообще в целом В целом И Естественно Вот Я поскольку Был три раза И в прошлом Два года назад Супруге показывал Ржум Просто в частном порядке Съездили на автомобиле И вот Благодаря Наталье Валерьевне Она И Елене Которые очень постарались Ну все-таки Десять человек А когда ребята Спрашивали А что там Я говорю Там здорово Ребята А как там Писать Далеко мотивы Я говорю Да там можно сесть Вот в одном месте Развернулся В одну точку Написал Развернулся В другую Да Тогда мы все Хотим поехать И вот Десять человек Группа А это же Надо было Разместить Накормить Напоить А какое Гостеприимство И оно еще В памяти С первого раза С тех пленеров Сохранилось Когда я увидел Этих вот Бабушек Марийских С пирогами Нас встречающих С песнями То есть Ну конечно Хотелось Чтобы ребята В национальных костюмах Да Ну и практически Почти наверное Каждый из художников Их запечатлил Можно их на выставке увидеть Слушайте А не было вообще Поползновений Со стороны жителей Никто не хотел Там у художника Картину выкупить Или говорил Вот А может вы продадите Может оставите Может не увезете Ну все звали Больше к себе Вот давайте У нас присутим Посмотрите Какие места Вот И тут же там И чаек организуют Попить там И вот Чуть ли не в дом Там зовут Все показывают Очень дружелюбно Гостеприимно Ну Воспоминаний масса И Настолько Они позитивные И добрые Естественно Мы хвастаемся вами Рассказываем По приезду То есть Как там здорово Потому что Ну многие же не знают Не были ни разу Продвигайте Продвигайте Кировскую область Это все Это все происходит Обязательно Мы даже попытались Один раз Скопировать Мастер-класс В другом городе Вот такой Масштабный Ну Получилось что-то То есть Но все равно Смотрели в первую очередь Как вы здесь его проводите Это же тоже Большая организация А мастер-классы Вчера по-моему Были Евгений Васильевич Был как раз Тем художником Который проводил Расскажите О ваших впечатлениях От сопроведенного Мастер-класса На театральной площади Да Вчера находился Да Мастер-класс Это такая известная В принципе Составляющая Пленера Вот Что касается Какие задачи Сказать Какие задачи Что показать Нужно на мастер-классе Ну В нашем деле Наверное Главное Как говорится Лучше Один раз Увидеть У нас Особенность Радио Все-таки Нужно Что-то Проговорить Я сейчас Как раз И хотел Это Мне Мне понравилось Во-первых Масштаб Мероприятия Потому что На центральной площади По-разному Там я И в училище Там И на пленэрах Проводим Это все Боликами Там художественная Школа Где-то Допустим Или Каком-то Специальном Учебном Заведении Где Народ Как бы Уже Четко Четко Сориентирован На На живопись Вот А Здесь Такое Массовое явление Площадь Вся Я скинул Фотографии Домой Ой А что это За народ Собрался Сколько Сколько Пришло А там Просто Еще В перспективе Кажется Что Что Очень много И так И было Действительно Причем Разных Возрастов Вот Совсем Таких Вот Чуть ли Не на руках Принесли И Такие Уже Преклонного Возраста Тоже Ой Вот Интерес Неподдельный То есть Их никто Палкой Не гнал Туда Они Пришли Опять же Посмотреть Как работает Профессионал А принцип Какой Я Ставится Этюд Который Сделан На пленэре И По нему Уже Делается Как бы Повторение Показывается Сам процесс Как писал С комментариями С самого начала Да С чистого Хомста Вот И для них Это естественно Интересно Потому что Ну вот Как я не знаю Хирург допустим Показывает Мастер-класс Водитель Так и здесь В нашем деле Это Потому что Я по себе знаю Я помню Тоже С ранних лет Занимался этим Вот когда Там преподаватель Я помню Он такой С академическим образованием Воробьев Виктор Васильевич В Брянске Вот он брал Карандаш И я просто Это чудо Для меня было Я вот помню Сейчас Вот как будто Это было вчера Понимаете И хочется Именно И И так оно и будет Что Кто-то Не все конечно Из этих людей Это запомнят На всю жизнь И для них Это может быть Отправной точкой В выборе профессии Или хотя бы Так сказать Ну это Привьет вкус Определен Отношение Уважительное К профессии Потому что В средствах массовой информации Порвает отношение К художнику Как к какому-то Мягко сказать Чудаку Вот А в реальности Ну часто Смотришь фильм И вот тебе художника Показывают Он какой-то Нет мира всего Так говоришь Как минимум Вот А В принципе Взять историю Там Андрей Рублев Да троица Монах На исповедь ходили То есть Художник это Скажи Очень ответственно Потому что Ты Фиксируешь Влияешь на людей Да Вот И причем Многие очень Очень Как вам сказать Сильно воспринимают Приходят В мастерскую Или где-то Что такое Где что А вот он Так чувствует Настолько у него Насыщенно Эмоциями Он переживает Думаешь Себе бы так Художник Вот А он Оказывается Он есть Люди более Такие Есть они Они художники Но они Вот очень чувствительные Для них Кто-то от музыки Такие Меломаны Их называют Вот Наверное Крайности Они всегда Это Как будто А в целом То что дети Были Взрослые И то что Такой масштаб Мероприятия Конечно Меня поразил Количеством Просто Количеством Не подвели Причем А Причем А администрации Там представители Евгений Васильевич Прошу прощения У нас будет еще Время поговорить Да у нас сейчас Реклама Обязательный момент В нашем эфире Нужно прерваться Буквально на полторы минуты И мы обязательно Продолжим Мы продолжаем Наш разговор о Воснецовском пленэре 28-м уже по счету 18-18 Что-то на 10 вперед Уже перескочил 18-18 Это хорошая примета Хорошая примета Забежал вперед На 10 лет Лишь бы не стареть Физически и душой У нас в гостях Художники Василий Куракса И Евгений Фетисов С нами также Наталья Клементьева Кандидат в культурологию Ученый-секретарь Ревятского худмузея И куратор пленэра А также Елена Праздникова Директор по развитию Компании Просто семена До Елены Сейчас мы как раз И доберемся Это Уржомский район И мы в перерыве Наших гостей спросили А вообще Выезды В Кировскую область Из Кирова Они предполагаются Или нет Не каждый год Бывает так То есть предлагается На выбор Наталья Валерьевна Да У нас существует Определенная программа Пленэра всегда И в этом году У нас Пленэр был приурочен К предюбилейным событиям 60-50 лет Городу Кирова Потому что Мы готовимся к нему А также Очень важный Юбилей 175 лет Со дня рождения Виктора Михайловича Воснецова Поэтому Рябову было Как обязательный Момент В этой поездке И Вот Уржумские земли В частности Лапьял Место где родился Виктор Михайлович Это было Внутреннее желание Конечно показать И хорошо что Это все случилось И срослось И я хочу сказать Что здесь Действительно И заслуга Василия Куракса Потому что Как раз Уржум Когда он был Первый раз На пленэре Его очень впечатлил И он его продвинул Всем участникам Участник Стаза Лепятим Да Рассказал И Безусловно Мы благодарим Администрацию Уржумского района В частности Алсуна Румхамедовна Которая Курировала Культурные вопросы И помнит Художников И знает Художников И поэтому Она всегда Очень откликается На такие вещи Потому что Да Нужно было Быстро решить Какие-то Организационные вопросы И это было Сделано Мне кажется Очень все достойно А Елена Мне сбрасывала Видео О том Как это все было И я честно говоря Когда увидела Этих поющих На марийском На марийском же языке Попели песни Там Людей И я так понимаю Что вы-то в это Включились Просто потому что Вы там живете И вы такой Активный местный У нас там Производство А Все понятно Мы в тех краях Наверное три года И получилось совершенно случайно То что недавно Я узнаю То что есть Замечательный Восемьцовский планер И нам говорят То что Они приедут Возможно через год Они приедут к нам Я понимаю То что я этого Очень сильно хочу А мечты должны исполняться И поэтому За два дня До их приезда Мне звонит муж И говорит Слушай Точно едут Завтра в шесть вечера Приедет 10 художников И художников Их нужно разместить Накормить Сделать программу И я такая Да Я согласна И за полтора дня Мы начинаем организацию Мы выбираем лужайку Там накрываем стол Делаем плов в казане Лагман И местные жители То есть если бы не было их Не было бы просто ничего Вот эти вот коллективы Там несколько деревень В каждом Свой коллектив Коллектив Которые поют Танцуют Вот носят свою одежду Которую носили еще их мамы Они выжаты вручную И не поют песни Которые также Их родители Исполняли Мы встречаем Наших дорогих гостей На крылечке музея С традиционными Марийскими блинами Которые пекутся В печи При открытом огне На закваске С медом С квасом Потом у них была Экскурсия Небольшая в музей И затем мы все Перемещаемся На лужайку Вот к нам Где начинается праздник Который заканчивается Всем нашим Общим Воснецовским Хороводом Вместе с жителями И вместе с нашими Художниками Было просто великолепно Жители Жители я так понимаю Художники уже за организацию Похвалили уже Спасибо сказать Жители я так понимаю Тоже для них Это такое Ну как бы Не знаю как сказать Тоже праздник Такой Да не часто бывает Да В последний раз Планер заезжал Пять лет назад Просто Они заехали И уехали Я понимаю То что для местных Это важно Потому что На самом деле В селе Лапьял Родились художники Они там прожили До полутора годиков И были там крещены В церкви Кстати Виктор Михайлович родился Да Виктор Михайлович Вот И Поэтому для местных Очень важно Когда Художники Приезжают Местные Видят то Что их село Живет Процветает И нам бы Очень хотелось Повторять Вот эти традиции Дальше Потому что Опять же Вот эти самобытные Уникальные Марийские коллективы Как они поют Их одежда И это вдохновляет В том числе И художников И местных людей Для того Чтобы жить Дальше работать И понимать То что Светлое будущее Вот Оно здесь И оно Оно дальше В общем Я повторяю Своё предложение Давайте Круглый год Пленэра Организуем Мы согласны Мы ждём Я уже всех забыл Я тоже поддерживаю Такое мероприятие Огромное Масштабное Это наверное Ну я уже Такой о жизни О прозе Хочу сказать Может быть А Владимир У нас ведь тоже Из Уржунского района Я тоже из Уржунского района Я прекрасно знаю Эти края Может быть Это такой вот Посыл Для властей Дороги привести В порядок Чтобы комфортнее Было добираться Потому что Эта проблема Она вот из года в год Существует Согласитесь Господи Василий сейчас Поедет Расскажет Про Уржунского района Запечатлели ли вы Дороги местные Кстати Дороги У нас машины Удерживают нормально Самое главное Мне кажется Что нужно сделать В Уржуме Или в этих окрестностях Хорошую Современную Комфортабельную Гостиницу С прекрасным питанием И И вообще Можно превратить В академическую дачу Художников Ага Чтобы можно было Круглый год туда приезжать Да Ну понятно С нуля построить Очень тяжело Но может быть Реконструировать Хотя бы то что есть И если местные власти Услышат Но я вообще Заметил что они слышат Потому что Когда мы Последние два года Назад Проходили На прогулке Так же Вот экскурсия По городу И При таком Частном общении Ну у вас Заросло Все Не видно Речки И мы в этот раз Приезжаем Смотрю Речка-то видна Стала Вот И конечно Очень хотелось бы Чтобы В этом месте Было что-то Куда можно Приехать Действительно Остановиться И поработать Даже Может быть В каком-то Частном порядке Потому что Там места Очень уникальные Их нельзя Исключать Из Вот Именно Вот Творческих Пленеров Можно же Чередовать Там Один раз В городе Проводить Второй раз Тут Вот В каких-то Окрестностях Или Девать Половину Пленера Там Половина Там Я понимаю Что это С точки зрения Организации Очень тяжело Сложнее Да Но это Мое личное Мнение Я его Конечно Не знаю Мне кажется Что эта гостиница Может использоваться У нас же Вот Юбилей надвигается Да И вообще Внутренний Туризм Развиваться Будет Я так понимаю Внутренние Турпотоки У нас Собирается Развиваться В ближайшие годы Поэтому Представляете Безумно красивую С чистой водой С удивительными людьми Просто с невероятным Гостеприимством Ну Это должно быть Здесь-то в городе Хорошо И покушать Есть где Вот А на природу Туда приезжаешь Все-таки Там Ну понятно Им не нужно Особо Им Их устраивает А Вот Люди Которые Уже там Серьезные Там Народные Там Академики Им Конечно Потяжелее Потяжелее Вот А хочется Сюда самых Лучших художников Привозить Ну Уже Видимо Ближе к завершению Нашей беседы Да Мы напоминаем Что с результатами 18-го Воснецовского пленэра Можно ознакомиться Начиная с завтрашнего дня Да В непосредственном Главном здании Вятского художественного музея На Карла Маркса 70 Добро пожаловать Возрастных ограничений Да У выставки нет А вы уже Собственно Покидаете Да К сожалению Пределы Ну Мы Да Завтра Или есть еще Возможность Как-то пообщаться С нашими Жителями С горожанами На выставке На открытии выставки Мы с большим удовольствием Со всеми пообщаемся Расскажем Покажем Наши впечатления Вот А приедем уже к себе Наверное завтра Или послезавтра Будем уже рассказывать Как мы у вас здесь Спасибо большое Еще раз напомним Да Василий Куракса Евгений Фетисов Наталья Клементьева И Лена Праздникова Были в нашей студии Говорили об итогах Васнецовского пленера Спасибо Мы сейчас без перерыва С Анной будем продолжать Наше общение Да Она сейчас вам поможет Покинуть Пределы нашей студии У нас не запланировано Сейчас никаких Рекламных пауз Все это буквально В онлайн режиме делается Ну а я хочу напомнить И поблагодарить нашего партнера Беседовать с деловыми людьми Нам помогает Салон-ателье Классический Марк Биантонин На Карла Липникта 71 Марк Биантонин Это пошив мужских Женских Корпоративных костюмов Из лучших европейских тканей Костюмы для торжества Выступлений Сорочки Плащи Пальто По индивидуальным размерам Создание гардероба Под ключ Для самых взыскательных персон И услуги химчистки Премиального уровня Марк Биантонин Эстетика В каждой детали Еще раз адрес Позвоните И узнать все подробности Можно по номеру телефона 295-777 Сейчас у нас еще одна тема На ближайшие 15 С небольшим минут Накануне стало известно Что в субботу 19 августа В нашем городе состоится Музыкальный фестиваль Называется он Пой-фест И посвящен он Дню памяти Виктора Робертовича Цоя День памяти очередной Был 15 августа 33 года Анна прошла уже Было это в 90-м году Это трагическое событие 33 года прошло С момента С даты Со дня Гибели Виктора Цоя Но это не есть предмет Нашей сегодняшней беседы Хотим сосредоточиться на том Как именно Жители нашего города Смогут вспомнить Кумира Тысяч и миллионов Можно назвать так Виктора Цоя Музыка его поистине жива Я тут посмотрел Кстати на днях Как День памяти Ну не знаю Отмечался Можно использовать этот термин Ну в общем Как День памяти Прошел в российской столице Прям В Москве Да Прям Пустяной Цои Да Прям Арбат Это Старый Арбат Да Виктор Да Старый Арбат Прям был заполонен Людьми Молодыми людьми Звучали песни Ребята прям коллективно С использованием Нескольких гитар Там огромный хор Исполняли самые известные Композиции Группы кино Ну и не знаю Нечто подобное у нас здесь будет Или какой-то другой формат А вот будет наверное Немножко по-другому Давайте сейчас пообщаемся Мы сейчас спросим У соорганизатора Пуфеста Тимура Мамедова Тимур добрый день Здравствуйте всем Всем привет Добрый день Побежи микрофон Да конечно Удивительно Я помню Тимур здесь был В этой студии Когда открывашка Еще у нас была Ну что поделаешь Вот Годы бегут Да Годы бегут Это было очень много лет Дети растут И превращаются В соорганизаторов В соорганизаторов Из наших соведущих Да Они превращаются В наших гостей Так Во-первых С названием Интересная история Такая метаморфоза Я так понимаю Что это метаморфоза Этого года Да Из Цойфеста Превратилась В Пойфест Рассказываем Мы просто поменяли Мы просто перевернули Букву С В начале И получился Пойфест Почему Потому что Мы решили Расширяться На межрегион Раз И подумали Что будет Правильно И грамотно Уделить Честь И дань памяти Не только группе кино И великому Виктору Роберту Вичуцою Но и другим группам Таким как Короли Шут Которые сейчас шумят Группе ДДТ Наутилус И так далее В общем вы Так называемый Русский рок Решили так основательно Продвигать Основательно затронуть Да И еще раз его Напомнить о нем О его существовании Хотя в последнее время Да Опять споры тут возникли Какой он сейчас Этот русский рок Вообще Да И сразу Сразу должна сказать Что возрастное ограничение Мероприятия О которых мы будем говорить Это ноль плюс И я вчера была Даже несколько удивлена Я думаю Как же так Вроде как наши Рокеры пели О вещах иногда О которых детям знать Детям маленьким Знать рановато Но вот Сейчас нам Тимур об этом расскажет Да То есть там есть Какая-то определенная Договоренность Между исполнителями И организаторами Да Мы провели Очень большую работу С участниками Мы посмотрели Весь репертуар Оценили все песни Посмотрели Нет ли запрещенных тем На которые могут быть Какие-то дискуссии Запрещенных слов Пропаганды И так далее Это все конечно Было проверено Фильтровали Поэтому без возрастных Ограничений И это очень важно Потому что Сам фестиваль Он будет В субботу В субботу В субботу И он будет В дневное время Да Для нас Это самих Очень важно Семейное посещение Очень важно Потому что Даже среди наших Участников Будут не только Взрослые участники Но еще и дети 10-12 лет Которые будут Исполнять эти песни Это музыканты Да Нет Есть Ребята Давайте назовем Что за ребята Где они обучаются Где они музыке учатся Ребята которые Самостоятельно обучаются музыке Но и в каких-то школах Или просто у них Музыкальные семьи И они с детства Любили играть на гитарах Хорошо поют То есть вы бросили клич Видимо и нашли таких людей Да Таких людей на самом деле Очень много Которые В последнее время Романтизируют для себя Русский рок И полюбили его И хотят исполнять Легендарные песни Так я думаю Что первыми Пятью минутами Нашего общения С Тимуром Мы уже наших слушателей Заинтересовали Ну по крайней мере Определенную часть Из них Мы давайте сразу Проговорим Где куда приходить И во сколько Надо будет А потом уже По наполнению Это будет все В районе Пешеходной Спаской И дома Витберга Я так понимаю Да Да 19 числа В субботу Как вы уже сказали Цойфест В этом году Пойфест Будет проходить В двух местах Они буквально рядом Это пешеходная Спаска Прямо напротив Дома Витберга Там будет у нас Открытый микрофон С 14 часов До 5 часов вечера До 17 Там будет у нас Примерно 10 участников Ведущий Музыка Клево проведем время Это как так Открытый микрофон И определенное Уже количество участников То есть 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 какие-то Группы И участники Которые будут Исполнять песни А есть Возможности Ужить Вне программы Можно прийти Да С флешкой Либо со своей Электрогитарой Или просто с акустикой Допустим Встать Подключиться Спеть Мы это принимаем Уважаем Но просто есть И ребята Которые уже Ежегодно Участвуют И они будут Они тоже хотят спеть Все это еще раз С двух часов дня У дома Витберга Непосредственно Да С Паской Так А потом перемещаетесь В парк Аполло Потом мы перемещаемся В парк Аполло В котором уже Очень клево Сделан амфитеатр Будет полностью Подготовлен Бэклайн Звук Свет И там уже Будет выступать Две группы Первая Это разогрев Группа Дом Замка Д Вот Откуда она Она из Кирова Это ребята из Орлова Из Орлова Так Обалдеть А вторая группа Самая главная Это хедлайнеры проекта Которые не первый год К нам приезжают И в городе очень любят Это трибьют Официальный трибьют Группа Виктор Которая очень Клево исполняет Популярная команда И сам фронтмен Он и внешне И в вокальном плане Похож Похож На Виктора Цоя Да безусловно И они исполняют Песни группы кино Да естественно Они много лет уже В наш город приезжают Выступают на разных площадках В интернете роликов Очень и очень много Где-то они вот В каком-то российском городе На открытом пространстве В парке Тоже вот вышли Аппаратуру расставили Начинают исполнять Известные песни Группы кино В общем такие достаточно Известные ребята Так я все-таки спрошу Я так понимаю Что в Аполло Тоже вход свободный Да и там свободный микрофон И в Аполло Вход свободный Безусловно конечно В обе локации Вход свободный Для всех желающих Мы правда боимся Что Вот в парке Аполло Хватит ли места Да хватит ли места Мы ожидаем Очень большое количество И большой трафик людей Погода-то еще хорошая Там ожидается Вроде как у нас Еще в субботу-то еще Да-да-да Еще тепло будет Но я думаю что С этим проблем не будет И мы справимся Мы все продумали Так Еще раз Я что-то до конца Как-то еще не осознал С какого тут боку Еще наши вот эти Вышеназванные Это отечественные рок-коллективы Король и Шот ДТ Алиса Или они в перемешке Это будет во время Это будет во время Открытого микрофона От условного Да-да-да Фестиваль Сам будет когда Дневная часть Не я просто сейчас так Прикидываю так Вот если бы хотел я пойти Изъявил желание бы туда пойти А у тебя ведь есть гитара Да Ты ведь можешь Мало того что она есть Она еще и Функционирует Вполне себе Да То есть Это такое Обязательное условие Для участников Исполнить какую-то Одну композицию Группы кино Или нет Или вот Ты можешь любую 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 На самом деле Да у нас есть определенные условия То есть каждый участник Должен исполнить Минимум три песни Две из которых Обязательно Это группа кино Третья допустим Уже какой-то другой группы Ну а так в целом Можно пять Семь Исполнять Там в рамках времени Даже Ну чтобы максимальный Другим тоже Сумасшедливо Время дать Вот такой формат Главное Чтоб еще не пересекались Песни Да-да-да Чтобы не повторялись Не повторялись Вернее композиции Наверное Мы это все грамотно Тоже расставили Учили конечно Работают Звезда по имени Солнца Конечно хорошая композиция Но слушать ее раз пять подряд Уже наверное Работа проведена нехилая Честно говоря На самом деле На самом деле Это проект моего отца В самом начале Это он его придумал Ну Руслан 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 Амедов Да Ныне руководителя Центра туризма Да развития туризма Кировской области Да вообще такая интересный Интересный факт Интересная история 36 лет назад Они с моей мамой Познакомились Именно 15 августа В день когда 33 года погиб Великий А то есть у вас Смение Да 15-15 36 или 33 Нет это было Это было Они познакомились Виктор Робертович погиб 33 года назад А они познакомились За три года до этого Но 15-2 Спустя ровно три года Вот случилась Та самая трагедия Которая Да и вот сейчас Произошла Как-то У папы очень много Связано с этим числом Мама Его любимая группа Еще есть факторы И как-то мы стараемся Ежегодно 14-15 Ну в этом году 19-го числа Вот проводить ЦОИ-фест Пока что в Кирове На самом деле Мы очень-очень-очень Хотим уже Развиваться межрегионально Потому что у нас И так приезжают Участники С межрегионов С ПФО И так далее Но мы хотим Просто фестиваль делать Не только в Кирове В парках наших Там Допустим в том году Был еще и Кочаровский парк Но и прям в других Республиках По типу Мариэл Ежкарала Первский край И так далее Ну Тимур Давайте озвучим Вот ребята из Орлова У нас приедут Которые будут На разогреве У кавер-группы Официальный Виктор в парке Аполло Кто еще приедет Из других городов Откуда именно Участники Да, участники Как приезжают Из нашей области Валенки Нема, по-моему И так далее Это как коллективы Так и самостоятельные Самостоятельные исполнители Или обязательно Только группы Есть и коллективы И самостоятельные исполнители Кавер-группы Какие-то есть Просто любители С Хишкаралы Как раз приедут Ребята у нас Прямо сейчас Точно не скажу Но с других городов Я точно помню Что были заявки Должны быть Конечно Хорошо Это выступающие Как себя публика Может вести Кстати, да Вот парк Аполло Все-таки вечернее время Рок-концерт Мое-то поколение И Владимир Это поколение Наверное знает Тут проходили Рок-концерты В 90-х Ну да Парк Аполло Это детский парк Это огромная масса людей И возрастное ограничение Мероприятие 0+. Которые на ногах Которые выкидывают Конечности во все стороны Как вести себя в этом случае Все-таки тихо, мирно Сидеть и слушать И аплодировать Или можно как-то Позволить себе И подвигаться И потанцевать Позволить себе Потанцевать Покричать Поподпевать Подергаться Не то, что можно себе позволить Это нужно Но будет Все контролироваться Грамотно Регулироваться У нас будет Большая команда охраны Сначала Я как со-ведущий Выйду И мы Расставим Определенное правило Определенное Обозначить Конечно Выйдут первые Лица города И как бы Мы сделаем так Чтобы это мероприятие Было такое Культурно приятное И чтобы все Сразу же поняли Что это не просто Какой-то рок-концерт Безбашенный Оупен-эйр А это все-таки Что-то такое Интимное Что-то такое Мы понимаем Да Спаска С ее концепцией Она не позволяет Извините меня Отрываться на полную катушку Это все-таки Средоточение культуры Различных тенденций Конечно Наш фестиваль Это место силы Это семейная история Когда взрослые люди приходят И Вспоминают свою молодость Потому что это Настоящая их молодость И своим детям Младшему поколению Передают эту культуру И наследие Ну вообще Группа кино Уникальная Уникальная совершенно То есть Ее пели люди Которые старше Пели песни Группа кино Люди Которые старше меня А сейчас Я вижу ребят Которым там 10-12-15 лет И они тоже Поют эти песни Меньше Мой старший сын Записал кавер На Сколько лет Твоему старшему сыну На песню Стук Четыре года Ему еще было Да Ну вот его песня Это зацепило И он выучил Специально Слова И мы с ним Записали видео До сих пор Видео в соцсетях Где-то в 4 года Человек исполнил Композицию Но странный стук Зовет В дорогу Вот и так далее А он до сих пор У вас поет Он поет Пока еще не изъявил Желание на каком-то Инструменте Там научиться играть Ну хотя инструменты Да они есть Может быть ваш сын Хочет принять участие В открытом микрофоне Хорошо Они подумают Мы поговорим С ним Они подумают Просто на мой взгляд У него там немножко Утих интерес В последнее время Но все равно он есть Так или иначе Да В общем всех приглашаем Еще хотел спросить Слушайте Когда такие мероприятия Проводятся Обычно какая-то Готовится там Символика Сувенирка Чтоб люди запомнили Это надолго Ну там Какие-то фишечки Раздавать Вы как-то уже Стараетесь это предусмотреть Или это в планах еще Конечно да У нас будут Будет специальный мерч Вот я забыла Я как-то это называется Это слово Никак не могу привыкнуть Тоже к этому слову Мы готовим помимо того Что всякие баннеры Роллапы Флаги Ну и конечно Какие-то там Значки Штучки И так далее Еще будет очень Много мерча От 650-летия А юбилейный Я не хочу бросаться Такими словами По-моему Должно все быть Но мы еще посмотрим Но в любом случае Если мы рассматриваем Следующий год На следующий год Будет прям Полный фарш Так скажем Потому что Будет и мерч И Футболки всякие Мы готовим Очень много планов Если развиваться Межрегионально Плюс Нашему городу 650 лет Это будет Очень сильный фестиваль Ну это все Да В честь юбилея Этого города Да Мы понимаем Вот на таких мероприятиях На ЦОИ В этом году На Пойфестах Напоминается Это легендарная Эта история О том что Группа кино у нас Ведь выступала В городе Мы же знаем Эту прекрасную историю 86-й год по-моему Да Конечно Да Мы в начале Это все расскажем Всех посвятим Погрузим Группа Виктор Скажет Тоже Слова Которые они Всегда говорят Они очень Вообще Группа Виктор Очень ценят И очень бережно Относятся к наследию Группы кино И они Общаются с аудиторией Погружают их В их жизнь В их прошлое У солиста Группы Виктор По-моему даже Как это назвать Копия той самой Легендарной гитары С которой выступал Сам Виктор Цоя Да На самом деле Да Насколько я помню Я смотрю эти Периодические ролики Именно с С исполнением Группы Виктора И там смотришь Инструменты Тот же самый Практически Хорошо На этом все Пойфест Суббота С 14 часов Спаска С 19 часов Парка Пола 0 плюс Возрастное ограничение Благодарим нашего гостя Соорганизатора Фестиваля Тимура Мамедова Большое спасибо Мы всех ожидаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok